а приветик мои хорошие сегодня мы поговорим с вами на очень интересную тему а именно как правильно подобрать одежду и обувь для фитнеса того момента как вы задумались о занятиях фитнесом в первую очередь вашу голову закралась мысль а в чем же именно мне заниматься в чем я пойду первый раз в тренажерный зал как я буду выглядеть в этой одежде сожалению девчонки думаю только о том как именно эта одежда будет смотреться на них как она будет подчеркивать их достоинства и скрывать недостатки но о функциональных свойствах к сожалению не думают давайте же рассмотрим самые главные правила при выборе одежды для фитнеса и также обуви что самое главное независимости от того каким видом фитнеса спорта вы занимаетесь ваша одежда для фитнеса должна быть комфортной и незаметной в смысле того что она не должна сильно очищаться на вашем теле сковывающие движения слишком облегающие какие-то моменты вашей одежде будут просто мешать вам заниматься и даже в каких-то моментах могут послужить причиной травмы единственный момент который действительно должен вас держать крепко это поддержка для вашей груди то есть бюстгальтер это может быть отдельный элемент то есть обыкновенный топик или спортивный бюстгальтер или же два в одном как у меня например маечка и топе которые идут в одном комплекте особенно важна поддержка для груди девушкам у которых большие объемы потому что если вы занимаетесь активными видами спорта бегайте или прыгайте на скакалке вы должны понимать что кожа вашей груди очень тонкая и очень легко ее растянуть а без поддержки то есть без специального бюстгальтера можно заниматься только девушкам с нулевым или с первым размером груди и только если вы занимаетесь спокойными видами фитнеса к примеру йогой или пилатесом также что еще можно добавить про спортивные топы или бюстгальтеры это то что они должны сидеть на вас комфортно и ничего ни в каких моментах не должны вам сдавливать и что самое главное образование жировых валиках в зоне подмышек обусловлено именно сдавливанием вашего бюстгальтера в этих участках что касается нижнего белья то она тоже не должно воздавливать ни в каких моментах и лучше всего выбрать трусики шортики также одежда для фитнеса должна хорошо дышать и хорошо впитывать под и также она не должна растягиваться и становиться прозрачной если у вас повышено потоотделение или же вы только начинаете заниматься фитнесом я советую вам выбирать одежду темных черных или темно-синих оттенков потому что на ней менее заметен под примеру как на цветной или белой одежде если же говорить о материалах то лучше всего выбирать одежду из льна или хлопка они по сравнению с синтетическими материалами лучше всего впитывает под конечно же нужно обратить на качество изделия и в особенности на швы вы же не хотите чтобы ваши шортики или ваша майка лопнула при выполнении в упражнении если говорить именно обо мне то я люблю абсолютно любую марку у меня нет каких-то специальных предпочтений к примеру только это или только это я люблю чтобы одежда была в первую очередь комфортно для меня и все-таки яркая я люблю яркую спортивную одежду к примеру я сейчас в восторге от своего нового топика как я говорила вам это двойка то есть идет здесь стопик спортивный и спортивная маечка ее можно как отдельно носить от топика и также топик можно носить отдельно то есть если вы покупаете к примеру один такой комплекте кто вы получаете две одежды сразу мне кажется это очень выгодная покупка и можно сочетать с тем чем угодно теперь давайте перейдем к выбору обуви для ваших тренировок так как это самая главная часть сегодняшнего видео ваши кроссовки а вернее подошва на ваших кроссовках будет зависеть от того какие именно тренировки вы выполняете может быть вы бегаете в тренажерном зале на беговой дорожке а возможно по асфальту или же просто выполнять и легкие физические упражнения к примеру фитнес для занятий фитнесом в помещениях групповыми занятиями или домашним фитнесом ваша обувь должна быть просто мягкая и не оставлять следов на поверхности обувь должна хорошо сидеть на вашей ноге не давить на нее и не соскальзывать потому что если мы занимаемся выполняем какое-то упражнение и в какой-то момент ваша стопа немножко повернулась то очень велик риск получения травмы общая рекомендация которые я могу дать вам при выборе фитнес обуви это то что она должна быть легкая должна быть четко по вашему размеру по размеру вашей ноги и должна хорошенько держать ваш голеностоп особенно при активных видах спорта еще один небольшой совет для вас если вы идете на вашу первую тренировку в новой спортивной обуви которая только мерили ранее до этого то обязательно наклейте бактерицидные пластыри на вашу ножку в тех местах где у вас могут образовываться мозоли ну а теперь давайте обсудим кроссовки для бега беговые кроссовки за исключением некоторых специальных моделей обязательно имеют амортизацию она должна быть в пяточной части подошвы а также бывает в носке подошва и верх кроссовка обязательно должны быть гибкими и мягкими в передней его части также на подошве должны быть вставки которые будут устойчивы к стиранию резины кроссовки для бега никогда не делаются из кожи или других плохо дышащих материалов жесткие элементы верха кроссовка допускаются только в пяточной части но они не должны находиться в контакте ногой и ее натирать шнуровка в идеале должна располагаться на кроссовке асимметрично ближе к внутренней части стопы стелька должна быть съемной чтобы ее по необходимости можно было заменить ортопедической вес пары кроссовок не должен превышать 400 грамм но если вы ищете качественную обувь или одежду для ваших занятий то я могу вам посоветовать магазин спорт мастер с широким выбором и доступными ценами что касается носков то они обязательно должны быть когда вы одеваете кроссовки категорически запрещено заниматься на босую ногу лучше всего если они будут хлопчатобумажный с небольшим содержанием эластана а для занятий спортивном зале и вам потребуются специальные перчатки которые предотвратят ваши нежные женские ручки от мозолей да и к тому же с ними заниматься гораздо легче они обеспечивают хорошее сцепление ваших рук вместе с тренажером еще что может вам пригодится так это обыкновенная тряпочка повязка на голову вроде бы ничего обычного зачем она вообще нужна но она предотвратить стекание пота прямо вам глаза когда вы выполняете кардио тренировки ну что ж ребят вот и все мои советы по поводу того как выбрать спортивную одежду и спортивную обувь для ваших тренировок любых тренировок что касаемо бега фитнеса или же тренажерного зала я надеюсь вам мои советы помогут ведь если вы смотрите на себя зеркало и вам нравится как вы выглядите как вы себя чувствуете в этой одежде как она работает функционирует и она качественная то конечно же в таком случае ваши тренировки пройдут действительно качественно и в хорошем настроении а мы с вами встретимся в следующем видео следующих тренировках всем удачи и пока пока а а